Всем привет, ребята! Меня зовут Ники Макалин, а рядом со мной сидит моя сестра Вика. Всем привет! И сегодня мы решили снять видео. Сегодня в этом видео я хочу вам показать, как я одела свою сестру по своему вкусу. Так что, если вам интересно такое видео, то обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, а также обязательно подписывайтесь на канал Вики, там она снимает влоги о своей жизни. И погнали! Итак, в этом видео я покажу вам вещи, которые я заказала для Вики и составила ей несколько образов. Так что мы сейчас вместе с вами и посмотрим на них. Все посылки ко мне пришли буквально вот только недавно, поэтому вместе с вами как раз-таки посмотрим на качество этих вещей. В первом образе я решила Вике заказать вот такой вот пиджак. Точнее, это блейзер, что-то по типу мужского пиджака, потому что сейчас они достаточно модные. И мне понравилось, что он черный, и здесь смотрите, какие интересные рукава. То есть кажется, как будто бы они просто подняты наверх, но на самом деле они так интересно прострочены здесь. Мне он понравился, потому что он в мужском стиле, и это конкретно как будто бы пиджачок такой. Очень стильно смотрится, и плюс ко всему как раз подойдет на весну и на лето даже, то есть куда-нибудь вечером выйти в какое-то, я не знаю, кафе, да? И красиво смотрится как с джинсами, так и с брюками. То есть можно будет комбинировать и классический стиль, и такой более повседневный. Этот пиджак я заказывала на Алиэкспресс, но качество пришло очень шикарное. Так что ссылочки на вещи, которые я вам буду показывать в этом видео, вы найдете внизу в описании, как обычно. Так что не забывайте разворачивать его, и если вам вдруг что-то понравится, вы сможете посмотреть подробное описание. Потому что очень часто вы меня просите оставлять ссылки, и я для вас это делаю. Тебе как понравился этот пиджак или же нет? Да, мне понравилось, особенно то, что вообще для меня это непривычный стиль. Я никогда такой не носила, как бы строгий, официальный. И мне всегда казалось, что такие вещи мне не подходят, потому что по плечам, по росту могут не подойти. А это прям идеально село, мне кажется, и мне очень нравится, я довольна. Эти все вещи, как я вам уже говорила, я выбирала сама по своему вкусу. То есть Вика участие не принимала, в принципе, в выборе одежды. Так что для нее это некоторые вещи привычные, а некоторые вообще абсолютно те, которые она никогда бы сама не купила бы, да? И следующая вещь, это еще один пиджачок, но уже совсем другой. Он немножечко идет укороченный и с длинным рукавом. Что мне в нем понравилось, это то, что, во-первых, такой, знаете, необычный пиджак можно будет надевать с шортами. Сейчас очень модно иметь именно брючные костюмы, точнее просто костюмы с шортами, где есть блейзер, пиджачок. Ну, это именно тоже как пиджак, мне кажется, потому что он в мужском таком стиле. И сейчас, мне кажется, это, во-первых, красиво смотрится, а во-вторых, очень актуально. Материал у него практически такой же, как и у предыдущего блейзера. И также можно будет надевать и летом тоже, то есть на какой-то выход тоже или на повседневку, да? Просто надеть под джинсы тоже красиво будет смотреться, не обязательно под шорты. Просто сейчас здесь в Корее, например, вот Вика живет в Корее, поэтому я думаю, что ей это будет актуально носить именно здесь. Тебе понравился пиджак? Да, мне пиджак понравился, как и предыдущий. Просто этот укороченный, а так они похожи, но при этом разные, да. И также к этим пиджакам, но больше, наверное, к укороченному пиджаку я заказывала вот такую вот блузочку. Обычно у Вики в гардеробе присутствуют футболки какие-то, маечки, рубашечки. Но я решила заказать ей очень вот такую вот нежную блузку в таком розовом цвете. И мне кажется, что она отлично подходит как просто под пиджак надеть, под юбку, либо же даже вот так же под шорты, как сейчас любят носить. Это непривычно опять-таки для моего гардероба, но я думаю, что я буду носить ее опять-таки с этими пиджаками. Итак, следующее, что я заказала для Вики уже в преддверии жарких дней, каких-то, может быть, поездок на природу, я решила ей заказать вот такое платье. Точнее, это платье комбинезон, оно идет с шортиками. Я заказывала самый маленький размер, но так как Вика достаточно худая, естественно, ей он немножечко великоват. Скорее всего, я заберу это платье себе, но просто хотела вам показать, что смотрите, какой приятный серо-лавандовый цвет. Вике тоже понравилось вот это, да, платье. Это больше похоже, да, на платье, чем на комбинезон. Но, к сожалению, оно ей немножечко великовато, поэтому я его буду носить сама. Я заметила у Вики в гардеробе очень много различных джинс, порванных джинс, шортиков с разрезами, и постоянно ее глаз падает только на такие вещи, поэтому я решила в дополнение к таким вещам заказать вот такой вот бомбер. Многие говорят, что бомберы сейчас уже не актуальны, не в моде, но я думаю, что обычный такой белый бомбер, который подойдет, в принципе, подо все, очень даже ничего будет смотреться. Он немножечко идет укороченный, и это тоже такой, мне кажется, летний вариант, он не теплый. Кстати, после того, как вы посмотрите на все образы Вики, которые я ей собрала, и которые дополнила ее, образы, которые уже были до этого, вы в комментариях напишите, что вам понравилось больше всего. Ну и, конечно же, как я говорила до этого, ссылки вы найдете внизу в описании, а сейчас вам хочу показать вещь, которую я заказывала для Вики с сайта SHEIN, и она мне понравилась очень сильно. Во-первых, когда я посмотрела ее на модели, мне понравилась расцветка. Вот такой вот зеленый цвет, мне кажется, что в этом году, не знаю, многие, да, его носят, и это и не хаки цвет, и какой-то не зеленый, как будто выцветший салатовый цвет какой-то, да, непонятный. Мне понравилось то, что здесь, видите, идет асимметрия, сейчас асимметрия абсолютно во всем, то есть, Вики, вот сережки симметричные. И к этой юбке я заказывала вот такую футболочку в стиле 90-х. Полоска, она вообще всегда актуальна, но в этом году вообще, мне кажется, что такой яичный цвет очень часто можно встретить на какой-то одежде, поэтому я решила заказать вот такую футболку. Ее тоже можно будет надеть как под джинсы, так и будет под такую юбку. Следующее, что я решила заказать для Вики, для такого, скажем так, повседневно-романтического образа, это вот такая рубашечка в горошек и в полосочку. Это вообще комбо и горошек, и полосочка. Она красиво смотрится, потому что здесь, видите, необычный воротник, он немножко закругленный, и поэтому такой более женственный вид придается, нежели чем, когда обычный воротник будет идти. Плюс ко всему, у него интересные рукава с вот такими вот белыми окантовками. Красиво смотрится эта рубашечка как под юбку, так и под шортики, и мне кажется, что под коричневую юбку такой зеленый цвет особенно подходит, как-то, не знаю, сочетается, как будто зеленое дерево с коричневым стволом. Ну а следующие две юбки, которые я заказывала, к сожалению, Вики чуть-чуть великоваты, и, скорее всего, я буду сама их носить, но я вам хочу все равно их показать, потому что они очень классные. Я думаю, что если бы они были на размер меньше, тебе бы они точно подошли бы, красиво смотрели бы. Да, и так, в принципе, можно носить, но мне кажется, все равно чуть-чуть великоваты. Первая юбка вот такая серенькая, сейчас вот именно такая клетка, она очень часто встречалась на пиджаках, да? Вот у меня пиджак такой, у Вики тоже такой пиджак, брюки сейчас такие, шорты. Сараканы, все-все с этой клеткой. Да, но я решила заказать именно юбочку, и она очень красивая, тоже хорошо сделана. И последняя вещь, которую я заказывала, и она, к сожалению, тоже оказалась немножечко великовата для Вики, это вот такая юбочка в клетку. Она тоже красивая, тоже клетка достаточно привлекательная, для меня, по крайней мере. Вот, я люблю такую клетку, но она оказалась Вике немножечко великовата. Тебе понравилось оно? Да, очень понравилось. Да, к сожалению, немножко мне велика. Да, кажется, как будто бы, ну не знаю, либо слишком высоко, либо сидит, да, либо как-то непонятно. Можно было бы на размер меньше взять, но это самый маленький XS. Да, это XS. Короче говоря, у меня в течение видео вот эта вот штучка, видимо, выпала. Поставьте лайк, если тоже это заметили. Я заметила только сейчас. Что ж, ребята, вот такие образы мне собрала сестра. Спасибо тебе огромное. Сестра. 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 Больше всего мне понравилась юбка, которая была ни цвета хаки, ни цвета зелени, в общем, асимметрия, вы поняли. И блейзеры, но больше мне, которые удлиненные, потому что мне кажется, что он более практичнее, чем укороченный. Ну и бомпер белый тоже понравился. А так все вещи классные, все мне понравились. Спасибо тебе огромное. Ну и на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал Вики. Ссылка будет внизу в описании. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, где мы каждый день практически публикуем классные фотки. И смотрите наши сториз. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok